Кто такая Галина Уланова и в каком году получил Нобелевскую премию Жарес Алфёров? Знать ответы на эти и другие вопросы с 1 января 2015 года будут обязаны все иностранцы, которые намерены работать в России. При этом учиться и подтверждать свои знания придётся за деньги. Тестирование и экзамен будут стоить порядка 5000 рублей. Финансовое время ляжет на плечи самого работодателя, либо иностранного гражданина, который пожелает получить разрешение на работу, любые разрешительные документы для осуществления какой-либо деятельности в Российской Федерации. Молодёжь из бывших союзных республик иногда не имеет даже минимальной базы знания русского языка, говорит глава узбекской общины. В Бурятии на сегодняшний день находится порядка 10 тысяч уроженцев Узбекистана. Многие из них работают у нас лишь сезонно. Пройти курс, оплатить его у многих не будет возможности, они будут затрудняться. Поэтому я считаю, что если работодатель помог бы в финансировании обучения их русскому языку, я думаю, что этот вопрос бы легче решился. Работодатели, кстати, не против платить за обучение своих будущих сотрудников. В перспективе это избавит обе стороны от ряда проблем, как юридических, так и социальных, считает Виктория, которая привлекает для работы граждан КНР уже более 10 лет. Единственное, что вот как бы будет вопрос, сложность, как они будут все это проходить, ну а то, что все вот эти затраты, это так и должно быть на работодателя все возложить. Подготовку и обучение иностранцев русскому языку в республике ведут три центра, созданные на базе университетов. Вузы готовы принимать экзамены, но Москва лишила регионы права выдавать зарубежным гостям сертификаты. Мы принимаем здесь экзамен, оформляем документы, потом все документы отправляем в Москву, и они высылают сертификаты. Вот это самая большая проблема. Раньше сертификаты шли около месяца. Сейчас вот такое количество удваивается, утраивается, даже, наверное, еще больше будет мигрантов. Как они будут справляться с этим, неизвестно. К тому же у преподавателей до сих пор нет приказа Министерства образования России о начале экзаменации иностранцев. Учить их уже можно, а проверять знания еще нельзя. Выявленные проблемы нужно решить до Нового года, иначе они рискуют разрастись, как снежный ком, и попросту заморозить весь процесс. Алексей Унагаев, Булат Бадмаев, Евгений Павлов. Новости дня.